Здравствуйте, дорогие друзья! Скоро Новый Год. Ну, у меня такое, во всяком случае, ощущение, что вот он уже настает. Уже даже всякие игрушечки появляются разные, сушеные апельсинчики. Такое будет, если вдруг вы нарезали апельсин, не доели его с коньяком и оставили на два дня. Потом проснулись, увидели, мама мия, чипсы из апельсина, пора есть. Итак, что нужно для вкуснейшего салата? Нужны окорочка. Один окорочок я уже очистил, очищу второй, так сказать, показав. Никаких хитростей здесь особо нету, просто-напросто ножичек и ползем вдоль кости. Обползаем суставчик. А предыстория такова. Пришел в магазин, думаю, что бы сегодня приготовить такое, что бы, может быть, вот, знаете, оливьешечки-то уже есть, все уже есть, паршуба есть. А почему бы не приготовить салат с курицей? Продукт недорогой. Маринад мы сейчас сделаем, каждый его осилит вообще без всяких проблем. Ну и, конечно же, самое удивительное, вернее, для меня парадоксальное, и очень удивительное, очень-очень-очень удивительное, на сегодняшний день самый популярный салатный микс или салат, я имею в виду, как зелень, это рукула. Реально, вот я в Норильске был, рукула в любом магазине есть. В Красноярске есть, в Новосибирске, в Барнауле, в Горноалтайске, в магазины приходишь, везде рукула? Везде рукула есть. В рестораны приходишь, одна рукула везде. Самое удивительное, знаете, что, когда начинаешь в ресторане делать салат из каких-то других ингредиентов, люди его не так хорошо покупают. А с рукулой покупают, потому что привыкли. Везде рукула, 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 рукула. Пусть она будет у нас на новогоднем столе, потому что все-таки зеленый цвет, это цвет бабла. Я желаю вам в новом году, чтобы много бабла было. Зеленый цвет всегда баблишка капает, капает. Должно в кармашке оставаться. А у меня осталось вот столько. Ну, почти ничего не осталось. Чистая косточка. Вы должны стремиться к этому. Не рубите никогда кости. Хотите, можете, как у барана, ее вот так вот сломать. Ну, там Сталик Ханкишиев знает, как это делается. Мы у него учиться будем. А пока что я вырезаю вот этот вот хрящик. Все. У меня получилось филе окорочка на коже. Я кожу люблю, поэтому с удовольствием ее использую. В смысле, ем или пью. О, ну, пить ее, наверное, навряд ли получится. Маринад. Маринад простой. Карри. В каждом магазине продается упаковочка специй, на которой написано карри. Он может быть какой угодно карри. Может быть, мадрасский, может быть, какой-нибудь североиндийский, может быть, пакистанский. Суть в чем? Должна быть ароматика сумасшедшая. Вот вы открываете банку, и то оттуда... Вау! Вау! Вообще, что это такое смесь специй? Карри. Шикарная. Значит, не жалеем. Я хоть и по чуть-чуть сыплю, но здесь примерно где-то столовая ложка уже у меня по объему. Значит, здесь у меня еще есть острая приправка. Тоже карри, но только острая, я ее совсем немножко сыпану здесь на кончике столовой ложки. Это так, уже, так сказать, ноу-нейм. Секретный ингредиент. Дальше. Сюда нужно добавить обязательно чеснок. Зубчик. Тут даже сложно назвать его просто зубчиком. Он такого размера и веса, что позавидуют любые малыши. Малыши, чесныши. Попку отрезаем, хотя вообще не вижу никакого смысла отрезать вот эти вот попки. Потом нарезаю его как колбаску. Почему крупно? Потому что перед жаркой нужно его будет, так сказать, встряхнуть. Будет микс, будет гореть. Тут и так, скажем, мы опасность испытываем некую. Используем специи. Значит, каплю соевого соуса. И, конечно же, сюда обязательно нужно добавить ложку сметаны или пару ложек йогурта. Не больше. Одну. Прям одну и все. Одну. Маслица. Рекомендуется кокосовая. Кокосового у меня нету. Если у вас есть, добавляйте кокосовое. А если нет, добавляйте просто растительное. И аккуратно все это размешиваем. Чтобы соль со специями, сметанкой, все это пропиталось. С чесночком. Вы и без меня знаете прекрасно, что йогурт, сметана, кефир прекрасно подходят для мариновки курицы. Но есть еще один секретный ингредиент, который подходит лучше всего. Я уверен в этом. И вы, наверное, со мной согласитесь. Это, конечно, мазик. Я его не использую для маринования курицы, но мои все друзья уверены, что мазик это лучшее, что может быть для курицы. В общем, смотрите. Ух ты, как вкусно. Чуть-чуть маслица нужно. Как я понимаю, что нужно чуть масла. Ну, мне не хватает жирности в этом во всем. Так. Вот прям еще немножко-немножко. Вот так вот все это еще раз промасливаем. О, заблестело все. Значит, масла достаточно. Чеснок прилипший. Все. Оставляем на минут 20-30. Долго не надо. В Индии бы вот такую курицу в тандуре бы с кефиром замешали бы и подержали бы примерно ночь. Для того, чтобы она вся пропиталась кислыми вот этими средами и специи, чтобы там разошлись. Минут 20 будет достаточно. Значит, для заправки у меня есть простые ингредиенты. Апельсин. Апельсин нужно взять самый дешевый в магазе. Такой, который для сока. Но желательно, чтобы была тонкая шкурка. Потому что в нем больше сока. Терочку, терочку, терочку. Терочку для цедры надо иметь хорошую. У меня на сайте есть. Зайдите по ссылочке, гляньте. Потому что лучше этой терки ни один повар никогда в руках ничего не держал. Ну, поверьте мне на слово, если не верите. И спросите у своих друзей-поваров. Аккуратно снимайте цедру с половинки апельсина. Цедру, это имеется в виду никакой белой части. Это прям только-только тончайшую желтенькую. О, не желтенькая какая она, оранжевенькая у нас. Оранжевенькая, да. Оранж. Да, интересно, что оранж. Оранжевый цвет, это вот от слова, блин, латинского orange. Короче, оранж снимаем половину. Вот так вот цедру стряхиваем сюда. Далее, опачки, отсюда забираем. В терочке ничего не оставляем. Вы знаете, я даже иногда терку вот эту вот. Бывает на мастер-классах, не всегда мою. Такой закрываю чехлом ее, а там остается цедра. Она быстро высыхает, там же эфирные масла. Бывает в рюкзаке так пахнет апельсинчиком очень ярко. Сок половины апельсина. Давите пальцами. Все, чтобы у этих тонкостенных апельсинов косточек практически нет. Вот это меня еще очень радует. Короче, если есть у вас нормальная цитрусовая соковыжималка, можете на ней. Если нет, вот так вот руками выжали. Это либо на чай, либо не на чай. Сок половинки апельсина. Пол чайной ложки рисового уксуса. У апельсина хороший сахар, но мало кислоты. Одну столовую ложку полную соевого соуса. Значит, одну чайную кунжутного масла. Кунжутное масло должно быть ароматное. Масло кунжутное с апельсиновой цедрой и апельсиновым соком. Просто потрясающая штука. Так, перемешиваем. У нас здесь кунжутное масло не должно нас уводить в Азию. Здесь никакой Азии нет. Хотя, как бы, карри намекает на Индию. В Индии тоже активно используется кунжутное масло. Значит, добавляем где-то столовую ложку обычного растительного и немножко меда. Мед придется мне отдельную ложечку взять. Мед жиденький. У меня супруга мед обожает. У нас полным-полным меда всякого разного. Ух ты! Практически ничем не пахнет. Я люблю мед, который... Так, где-то столовая ложка, да? У меня еще ложки такие плоские. Ароматика низкая. Для еды я всегда говорю, не надо брать каштановый мед какой-нибудь или липовый. Возьмите какой-нибудь просто обычный, не очень яркий мед. Все. Нужно, правда, это еще растворить. Но смысл в том, что, как бы, вот эти ингредиенты, они, во-первых, доступные. Во-вторых, вы каждый можете это все сделать. Потом нужно обязательно... Ух ты! Даже добавлять ничего не нужно. Значит, кто досмотрел до этого момента, те счастливчики. Наш спонсор, бренд Starwind, сегодня, перед Новым годом, перед самым Новым годом, разыгрывает 5 грилей. 5 грилей. Я сейчас курицу сюда закидываю. Ай! Обожегся. Значит, что происходит с курицей? Кладем ее вот сюда. Целый окорочок. Второй окорочок. Вот сюда. Накрываем. Жарим с двух сторон. Температуру убираем на минимум. Почему? В самом начале нам не нужно обжигать курицу. Не дай бог появится корочка, потом курица будет внутри сыроватая, а сверху будет гореть. Пусть на низкой температуре она сначала прогреется, потом дадим максимум, жарим. А за это время я рассказываю. Вы досмотрели до этого момента и становитесь участниками розыгрыша. Что получить? Один из пяти грилей. Нужно сделать все очень просто. Вы пишите, например, что мол, типа, вот, там, я не выиграл, там, еще что-то. Мы же разыгрываем периодически, да? Я смотрю комментарии, у вас там обидки какие-то на меня. Или обвинения, кто-то даже обвиняет, что, мол, типа, нечестно, там, розыгрыш и так далее. Рандомная машина там неправильно работает. Давайте в этот раз сделаем так. Ну, раз Новый год, изменим условия, чтобы они были очевидны и понятны для всех. Чтобы ни у кого не было претензий. Канал же у нас развлекательный. Мы же всегда улыбаемся, кайфуем и живем с радостью. Напишите, пожалуйста, какой-нибудь свой любимый смешной анекдот. Вот, комментарий, просто смешной анекдот. Либо какую-то историю жизни, но она должна быть, правда, смешная. Потому что мы хотим все повеселиться. И все, кто смотрят, с удовольствием повеселятся. Так вот, все наши окружающие друзья, которые будут читать ваши комменты, будут ставить лайк. И мы увидим, что первые пять топ лайков. Лайк на комментарии. Вот, тот написал анекдот. Все остальные прочли его, поставили лайк. Он, получается, самое большое количество лайков собрал. Потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый. То есть пять человек, которые напишут пять классных, вообще веселых анекдотов. И получат эти грили. Прямо, чтобы было по чесноку. Вот, прям, и все увидят, что правда, вы вот такие и есть. Вот ваши, за вас проголосовали лайком и так далее. Конечно, тут может быть некий подлог. Там, вы своим друзьям многочисленным расскажете, что ваш анекдот нужно пролайкать. Но здесь же очевидная вещь. Мы должны поржать. Вот, реально, смешной анекдот. Он соберет больше лайков и получите, ну, пять штук, значит, пять человек получат. Вот. Это я к тому, что с наступающего Нового года у вас, друзья. По-моему, все очень справедливо. Значит, нужно поглядеть, что он... О-о-о-о! Ух-то, какая корочка симпатичная. Это на минималке он так жарит? Видели как? На минималке жарит с какой красивой корочкой. Но курица еще не готова, поэтому она продолжает дальше тут находиться. Теперь быстро собираем салат. Заправка почти готова. Я бы, знаете, что еще сюда добавил? Я бы добавил больше масла обычного растительного. У меня заправка, дрессинг, да, ассоциируется всегда с чем-то маслянистым. А так как у нас есть здесь мед, то масло у нас отсекаться не будет. Оно будет у нас эмульгировать вместе со сладким. Элементом. Далее. Смотрите, что делаем. Мне нужны шампиньоны. Шампиньоны сырые. Нарезаю их пластинками. Ух-ты. Я вот ощущаю, знаете, всей своей душой, что вот эту штуку можно прям между булок положить. Ну, я про бульгер. Две булки, между ними кладешь. Реально, вот такая она, как котлета. Это целый корочок. Кладете. Замариновать можно по-разному. Второй еще мне нужен. Главное, очистите, чтобы не было никаких там грибочек и растут в теплице. Я уже, наверное, говорил не раз. Я не помню сам, ну, что момент такой, а может, и вообще не говорил. Значит, они растут в теплице, и шампиньоны – это единственные грибы, которые можно есть сырыми. Да и вешенки, конечно, тоже можно есть сырыми, но вешенки не такие вкусные, как шампиньоны. Помимо шампиньонов, у меня здесь еще есть тарелка. Сюда быстренько управляем салатный микс. У меня здесь рукула и корн. Давайте я так буду складывать, чтобы было видно все составляющие. Все, я грилочку отключу, пусть он это самое догревается на остаточном тепле, потому что а то он так прям фигачит. Значит, томаты. У меня остатки, видите, я их даже пообрезал. Вкуснейшие томаты, вкуснейшие фермерские. Прямо их осталось совсем немножко, сезон закончился. Складываем вот сюда микс томатов. Ну и немножко еще у меня тут есть черненький. Давайте, раз у нас такое новогоднее настроение, давайте три вида томатов будет у меня здесь лежать. Вот так. Томаты. Каплю соли. Только капли соли на столе. Шикарное, сочное мясо. Я всегда говорил о том, что грудка все это вата, а вот бедро, да еще и с голенью, это, конечно, божественно. Все, режем крупными кусками, квадратиками, квадратиками, кубиками. Как пол... как... Горячая, зараза. Сюда скидываем курочку карри. Ой! Самое удивительное, что когда она остынет, она будет не менее вкусна. В идеале ее бы хорошо, конечно, было остудить вообще, а потом только резать. А еще вам такой лайфхак. Если вы ее достанете с гриля, положите какую-нибудь форму, придавите чем-то не слишком тяжелым, поставите в холодильник. Она, конечно, выйдет из нее какое-то количество сока, но для бедра это вообще не важно. Важно то, что она спрессуется, будет плотная. Тогда вы можете тонюсенько нарезать в сэндвич, отправлять. И просто у вас готовые все соки с доски, все в соус. Ничего выбрасывать нельзя. Понимаете, да, что горячая курица, она убивает салат. Но в моем случае я же тороплюсь и делаю это все, как бы, вот сейчас для вас в показательном варианте. Поэтому шампиньончики сюда складываем, в серединку. И вот заправочка пошла. Все ее тщательно перемешиваем, перемешиваем. Она должна быть такая сладковатая. Заправка, потому что соли у нас на курице хватает. Заправку сильно соленой делать нельзя. Далее мы все это поливаем в салат, чтобы у нас и цедра апельсина попадала. Ой, прекрасное вообще. Очень простое блюдо, прекрасное. Самое главное, что вот не все досматривают до конца, даже до середины. Ну, почему-то там вдруг кому-то не понравилось. Алиса досматривает до конца. Алиса, ты что досматриваешь до конца? Все, салат готов. Видны все ингредиенты. Потом перед подачей все смешиваете и начинаете употреблять. Так, помидоры. Помидоры вкусные. Грибы, кстати, быстро впитывают себя в заправки. Ну, да. Кстати, вы можете любой маринад сделать. Для курицы я вам рассказал идею. Салат лучше собирать перед самым с новогодним столом, потому что у любой зелени есть такое свойство. В кислых средах она размокает немножко, да? Теряет свой вид. Поэтому помидорки нарезаю 3 секунды. Странным образом не хватает соли. Сама курица вроде бы соленая. Я вот как любитель куриного бедра и вообще окорочка целиком, вот это для меня, конечно, класс. Гриль сокращает время, жарит ее с двух сторон. Ингредиенты простейшие. Заправку может сделать каждый. Я, конечно, понимаю, что в итоге кто-нибудь да и напишет себе. Василий, мы курицу заменили на это. На баранину. Шампиньон заменили на макароны. Получились макароны с бараниной. Ну, спасибо вам за салат. Кстати, такие салаты можно делать на 1 января, когда охота чего-то легкого. И на новогоднем столе он будет совершенно шикарный. Самое главное. Вам вкусного Нового года, потому что мы же русские люди. Мы же как на Пасху. 40 дней пост, на Пасху набьем себя до отказа свининой яйцами. И тестом еще. Потом такие, типа, раз, с гастритами люди пошли в больницу в очереди. В Новый год то же самое. Поэтому, если вы сделаете, вот хотя бы каждый сотый, даже каждый тысячный сделает вот такой салат, я вам обещаю, что не будет никаких проблем у вас с животом. И вот с этим вот перегрузом. Вкусно. Правильно. По идеологии. Он не такой жирный, как мазик. Добавьте немножко своих каких-то ингредиентов. И у вас будет офигительный Новый год. Вот. Пока.